Кто тут хорошей чешуйчатый? Привет, Ричард! Как тебя давно не было на канале? О, да, зевнуть на камеру это самое то. Так вот, я очень давно не выпускала видео, как-либо связанные с моими домашними животными. И, собственно, с тех пор, как я в последний раз это делала, уже очень-очень много народу пришло на канал. И, вероятно, многие из вас даже не подозревают о том, что у меня как бы есть еще увлечение из жизни, кроме игр рисования, а именно террариум мистика. У меня живут террариумные животные. Ричард самое большое и самое классное из них. Да, кто хороший чешуйчатый, не хочет. В общем, это видео будет объявлением для тех, кто любит рептилии и любит все связанное с рептилиями, или хочет как-то погрузиться в это. Для тех, для кого это не фу, а наоборот ми-ми-ми. Вот, так просто объяснила. Итак, Ричард, ты готов 22-го числа вместе со мной отправиться на Тараманию? Да, это видеоанонс. 22-го числа я вместе со своими зверями отправлюсь на выставку Тарамания, которая будет проходить в Темирязевском биологическом музее в Москве. Это не далеко от зоопарка. Будет она проходить 22-го сентября с 11.00 до 18.00. Вход туда платный, потому что она происходит на базе музея. Но, понятное дело, деньги идут в музей, сама выставка всегда бесплатная. Я там буду со своими животными. Это вот Ричард, которого вы сейчас видите на экране, моя лягушка Буба, и моя юблефар по имени Лили. А сверху дребезжит попугай. Очень вовремя дребезжишь. Он меня кинул. Ричард, вернись. Я ещё не закончила объявление. В общем, в чём прикол этого объявления? Помимо того, что мы будем просто там выставляться, также тут будет мой мерчандайз. В первый раз я еду куда-либо с мерчандайзом. Собственно, ручным, но и нарисованным. Это будут стикеры. Сейчас вы можете видеть их на экране. Это будут маленькие листочки со стикерами. Точная цена будет известна, когда я определюсь в типографии, сколько там будет стоить печать. От этого будет зависеть напрямую стоимость стикеров. И ещё будут открыточки с Бубой. Бубу я вам чуть позже покажу. Вот вы можете сейчас их наблюдать у себя на экране, эти открыточки. Они будут совсем дешёвые, я думаю, потому что, ну, печать на картоне, она не особо дорогая. Поэтому, я думаю, я смогу заказать достаточно большой тираж этих открыточек. В общем, всех любителей рептилий, я и мы, звери, будем ждать 22 сентября. Ссылку на официальный сайт выставки вы можете найти в описании. Так же, как и на группу ВКонтакте этой выставки. И на мои группы, где, собственно, я буду публиковать различную информацию, если будет появляться как-либо связанная с выставкой. А так, это просто группы, где я рисую и где я веду дневник. У меня две. Сейчас, я думаю, что заодно, вместе с объявлением, я вам покажу ещё других своих животных. Двух других звёзд, которые приедут на выставку вместе со мной и Ричардом. Ну вы посмотрите на этого царя. Ну вы посмотрите на этого красавчика. Ну как можно быть таким офигенным, Ричард? Знаете, на самом деле, когда я говорила, что покажу вам других животных, я немного погорячилась, потому что Лили, как всегда, какая-то жопа. Смотрите, всё скомканное. Она постоянно комкает салфетки. Я их выправляю, и каждый раз вот такой вот погром наблюдается. Лили, дай хоть людям узнать, что ты такое, а то тебя вообще не видно. Ну, собственно, информации особо много не дало, но вы можете разглядеть, что там, о господи, эублефар. Крайне не так сильный, что странно для эублефаров, потому что они рекомендуют себя как одни из самых легко приручаемых и тискабельных рептилий для дома. У меня какой-то неправильный эублефар, потому что она ненавидит, когда её трогают. Вы видите этот взгляд ненависти? Она просто меня прожигает. Мне кажется, мне сейчас дырку в голове сделает. Just look at this, девушка. Такая красавица у меня. Жалко, что из-за её затворнического образа жизни я её крайне редко и вижу. В ней её любимой коробочке, где она постоянно прячется. И она уже валить начала. А ты чё? Ты куда собралась? Я ещё только начала про тебя снимать, а ты уже куда-то бежишь. Подожди. Ты тоже будешь героем стикеров. В стикер-паке будут все мои животные. Ну и плюс, ну как вы уже видели, там Лили изображена, Буба, Ричард, Древолазики и Малышная Змея. У меня нету Малышной Змеи, но на самом деле это моя мечта. Ну как сказать-то, Лили, да чё ты? Суицидальный ублюфар. Не падай. В общем, вот эта вот мадама тоже со мной приедет на выставку. Тискать её будет нельзя, но вы видите, как она к этому относится. Да, Лили? Неприятие. Ладно, перейдём к Бубе. Look at this, Буб! Боже мой, это моё любимое животное Эвер. Вы посмотрите на неё. Она идеальна во всех смыслах. Она идеальна по диаметру. Она идеальна по форме. Она идеальна на ощупь. Она охренительная. И особенно у неё энергопотребление. Просто безбашенная мощность. Она не двигается вообще. То есть совсем. Её можно заставить двигаться только если разозлить. Или если ей срочно прям понадобится что-то сделать. Но это, честно, самое невозмутимое и самое непонятное и самое офигительное животное из всех, которые у меня есть. Ричард просто классный. Он самый классный, а она самая непонятная. И да, это самец, но я называю его она, потому что я узнала о том, что это самец уже когда имя Буба так... Мы уже привыкли к нему, а переименовывать не хотелось. Плюс лягушка она, ну, в общем, всё сходится. Да, это не жаба. Многие, которые её видят, говорят, это же жаба. У неё же пупырчатая кожа. А я им скажу, нет. Нет. Рогатки, именно так называется лягушка эта. Рогатки это именно лягушки. Хоть они не похожи на жаб, систематически они относятся к лягушкам. Смотрите, какая. Смотрите, какие бока у неё. Да. Она жирная. И, в общем-то, в этом её плюс. Жрёт она редко, но очень много. Поэтому, чтобы накормить её, нужен целый вагон грешников. В общем, да, вот она, Буба. Женщина мира. И тоже приедет со мной на Тарамане, и она тоже есть на стикер-паке. И она как раз и есть героиня открытки. Ну, похоже ведь, правда? Ладно. В общем, я на этом буду заканчивать. Так как уже достаточно длинным видео получается. Для объявления это более чем достаточно. Всем спасибо. Буду всех ждать на Тарамане. И кто захочет, поболтаем. Пообщаемся. Я покажу своих зверей. Хорошо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok